Зоркий Сергей, не попадётся в вашу ловушку? Я сломаю вам стекло и даже за него не заплачу. Хэй-хэй, здоров народ, какие дела? С вами Сергей Халгем, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Ведь сегодня мы возвращаемся в Хэппи Вилдс. Будем снова там куролесить, веселиться и, конечно же, ломать кости. И всё это будем делать в картах, которые посоветовали вы мне, в специальной тебе ВКонтакте, ссылку на которую найдёте в описании под видео. Ну и вот на этой информационной ноте давайте перейдём к нашей традиции. Раз, два, три, за ваше здоровье! И, друзья, начинаем! Первая карта New Baby Run версии 1. Вы знаете, когда дети бегают, это не всегда хорошо. Особенно, если они бегают по комнате, наполненной драгоценным хрусталём. Именно по этой причине когда-то давно от меня отказалась одна приёмная семья, которой я до сих пор выплачиваю деньги за драгоценный хрусталь Людовика 74-го. Я, правда, сомневаюсь, что такой был, но они убедили, что он был, и стоит это всё очень дорого! Вот такая вот печальная история. Ладно, давайте приступать к карте. Для Hellplay и ссылка на мой канал внизу, значит, карта для меня. Я прям как Шерл Холмс сделал правильные выводы. И огромное спасибо автору этой карты за проделанную работу. И мы почему-то начинаем одинокой женщиной с маленькой дочкой и сынком-переростком, который пошёл по кривой дорожке, судя по всему. Либо Аист опоздал лет так на 60. В общем, странно, что у нас такое семейство. Многие могут сказать, что это муж, и он просто проявляет доминирующее поведение, как бы заставляет жену вести его. Но я вам скажу нет! Я вам скажу нет, потому что я взорван. Опа! Есть! А дочка-то добралась до финиша! Я даже не знаю, считать ли это победой, потому что, ну, дочка-то живая и добралась. Ладно, давайте по чесноку, давайте доберёмся, чтобы прозвучали фанфары, и игра объявила победа! Победа! Правда, объявлять не будет, будет просто фанфары, но нам достаточно и этого. Так, оп, всё, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее! Гоним-гоним-гоним-гоним-гоним-гоним! Тихо-тихо-тихо-тихо! О! Дочка! Всё, плакали мои родительские права! Тихо! Ох! 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 Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо! Вот так! Вот! Тихо! Вот! Нет! Вот! Ха-ха-ха-ха! Боже! Тихо! Так! Та-а-ак-так-тихо! Нет! Я блядь! вот эта мать-одиночка вы знаете женщины все-таки сильные существа а вот когда отцы уходят из семей от плохие отцы вы делаете женщин только сильнее но мы продолжаем хаунтед меншин друзья то есть какой-то зловещий особняк немного хора в нашем хэппи вирсе ну шо ж давайте давайте мы ничего не боимся не хочешь со мной не хочешь вместе со мной поиграть мистер пожалуйста будь я педофилом я бы конечно согласился несмотря на страшный особняк рядом какую-то бешеную ворону наверху и словещий темный лес но поскольку я не педофил я склонен отказаться но все-таки давайте будем с ним поиграть и вот вот знаете хреновая это была идея и вот еще одна причина не любить детей потому что в темном лесу они вас разрывают на части вот почему говорят не доверяй взрослым не доверяйте взрослые детям они коварные и ужасные и вот мы въезжаем страшный особняк где на нас накидываются дамы потому что мы крайне сексуальны я вынужден отказать ведь я ведь я монах ведь я монах и я не собираюсь ему помогать хотя все богослужители они добрые и как правило помогают людям но я решил отказаться от своей веры потому что помогать слишком опасно там вот нужна же была отговорка какая-то правильно и тут так ага перекошенные картины с невестами понятно что еще пока ничего особенного не особенно ничего страшного просто экскурсия экскурсия help кому помочь здесь никого нет веревка просит помощи или что это паутина прозрачные макароны а вот кто просил помощи но те уже не помочь бро слишком тяжело плиту то поднимать давайте давайте на лифте вверх лиц эти звучит технологично да как как какой-то ракета ох я думал меня придавит рыба рыба в кровище ребята все здесь какие-то злые голову вей то есть уходи да я это и собираюсь сделать это было стрёмненько это было стрёмненько летающие полотенца добра никогда не доводит так пока все нормально какие-то испепеленные люди на фоне картины кровавые помоги мне почему здесь все просит помощь кому помочь здесь никого нет а пока кстати говоря смотрите тут шипы вон видите вы из этой стены зоркий сергей не попадется вашу ловушку я сломаю вам стекло и даже за него не заплачу вперед есть мы с вами победили и смотрите видите могильные плиты над гроби и написано стёква и гай на одном а на других были вопросы а вы знаете почему потому что этих карт есть продолжение старая третья и четвертая части мы все сейчас поиграем что прям вообще кирпичей на делать по полной программе дом бабушки построите она будет довольно таки бабушки будут рады поехали дальше хаунтед меншин 2 продолжение наших зловещих покатушек по зловещим домам и черт его дери почему наш главный герой так их любит поехали 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 и так парк 2 пожалуйста поиграй со мной я только хочу друга я не хочу с тобой играть вот смыть я сейчас нему опять подъеду чисто ради интереса но стопудов будет опять кита пика но я что говорил не доверяйте детям лесу тем более на кладбище сейчас начать все иди отсюда уходите вещи себе других детей что это за рукам посмотрите он держит и фрикадельки на пальцах или я очень хочу если бы это фрикадельки спасибо бро я не буду возможно нам предлагает их типа не хочешь фрикаделька просто отменный фрикадель черт я провалился надо было прыгать надо было прыгать здесь уже много ребят которые не прыгнули и обыть может выпрыгнем я попробую попробую ну-ка нет но нет слишком высоко так давайте еще раз в общем здесь нам надо будет здесь нам надо быть очень много прыгать очень много тимми как бы в начале игры нам говорит прыгай мой друг через меня опа опа ух ты смотрите паукан с коконом что здесь написано тыквы где тыквы и вправду с выйти тыквы убийцы напоминает фильм дети кукурузы там тоже что-то было с кукурузой она была тоже вроде как убийцы хорошо мы опускаемся в зловонное подземелье все просто классика жанра всяких кто делает такие острые углы в подземельях они даже быть безопасны и вы не слышали и так продолжаю рассказ зловонное подземелье классика жанра всех страшных фельмецов тихо почти сломал себе почти сломал себе шею подписано винный погреб винный погреб и тут действительно много венца и уху-ху-ху почему-то какой-то пережеванный цвета пережеванной жвачки там почему-то огромная пасть непонятно что происходит здесь нет никакой логии пойдемте налево пойдемте налево опа это мертвый 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 не знаю кто почему-то одет так как мы мне не нравится давайте-давайте похоже на висячие вымя ну давайте пройти проехать то есть все вон это нормально мешали палочки я прохожу мертвый толстуха лаборатория какая-то что ж ты будешь делать господи господи шо здесь происходит уходи написано да с удовольствием я просто уйду а написали герой лаборатория была с удовольствием уйду покажите где выход мужик в бочке это как женщина с пакетом на голове только для мужика нужна целая бочка ибо мужики уродливые от и то мы прошли вроде как выбрались хотя видите эта картинка говорится на весь коридор другой мы продолжаем наше приключение уже в следующей часть хаунта the mansion 3 да сколько можно вы спросите у нашего главного героя ты чё тупой да уйди ты уже оттуда но нет наш главный герой любит знаете ли по чекотать нервишки и другие места бороздя вот такие вот странные особняки где много разных привидений кровавых всяких людей мертвых и так далее и наверняка сейчас будет опять мальчуган который хочет с нами поиграть да вообще мне кажется стоит за всем этим странный мальчик а он ничего так погодите там было написано ты уверен что ли что не хочешь и он меня убил еще и задницей к лицу прям наказал меня по полной программе короче парень продолжает искать себе друзей а горчит и горит уверен что не хочешь быть моим другом вот после этого я уверен убегаем убегаем от него чтобы чтобы этот парень нас не достал обвалы кругом опалы кто строил эти дома таджики что ли вот так друзья будете жить в доме да блин а что это парень тебе надо идти на мид ты перепутал игры тебе надо на мид там к . сливается без тебя короче говоря мы попали какому-то зловещему крабу раку я не знаю и походу он нас убьет или лишь что мы делаем ты можешь меня убить ты хоть что-нибудь будешь делать не а я застрял я понял то есть ты твоя цель разломать не колеса да я застрял с этим они не дают пройти там еще есть что-нибудь а начинает грести ногу да короче говоря не проходится давайте давайте заново надо перепрыгнуть это зловещую яму чтобы ну и чтобы все дальше было хорошо так вот я не договорил про дома вот будете жить таких домах даника ох чуть не провалился будете жить таких домах некачественных которые построили таджики на скорую руку и у вас будут водиться призраки вы скажете сергей ну почему что при чем тут как построен дом и призраки а потому что во время стройки плохих домов используются плохие материалы там часто умирают люди которые строят их ну знаете типа что-то обрушаются они падают там разбиваются насмерть и вот потом будете на кухне сидел и какао и услышать что-нибудь такое клади плитку 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 а это призрак таджика а ведь он не упокоится друзья не не станет не станет нормальным не покинет ваш дом в котором погиб пока вы не положите плитку и будете потом плитку класть чтобы призрак упокоился и знаете когда плитку положите призрак такой спасибо теперь я могу попасть строительный рай и класть там плитку кирпичи сколько захочу 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 и все и будете такие можно сказать медиумом тут даже лестницы падают я говорю дом вообще ненормальный кто его строил непонятно ладно смотрите опять это огромное время которое там она что-то вырыгнуло из тебя я пожалуй к уйду хочу с этим связываться пожалуй ка я пошел отлично это лестница нас спасет душа эта тварь сюда явно не залезет есть мы прошли третью часть не знаю почему мы берем монетку и проходим возможно мы играем за еврея но нас ожидает четвертая часть и видимо который расставит все точки над и поехали хаунтед меншон 4 в общем очень страшные карты друзья автор нас также предупреждает что мы сделали качество графики пониже потому что карта лагает мы это заметили еще в третьей части она действительно лагала но здесь нас предупредили либо там тоже предупредили я не видел в общем неважно мы ничего делать не будем ниже четвертая часть поехали таскать все точки над и будут расставлены именно сейчас и с этим мальчуган это нет потому что он погиб предыдущей части правильно видите прямо чувствуется развитие сюжета но как мне кажется персонаж до конца не было раскрыт все-таки нашел он друга или нет мне кажется надо выпустить дополнительную часть где будет отдельно рассказана история пацана который ищет друзей а мы с вами продолжаем протискиваться среди пережеванной жвачки и мертвых бомжей вот если если первое еще как-то можно терпеть то вот мертвых бомжей нет вау смотрите что взорвалось а и она тоже она сидела она помжа нам идет о смыть этот парень за мидии от крайне странно дать его оседлая вперед и гау давай давайте сколько надо продержаться этом дерзком жеребце а унес выйти и такое лицо куда впусти меня что ты делаешь давай сколько нужно я победила ли не допустит у меня йодик я не пылька выглядишь как бычок такой советский давай детка давай ладно не пойдем издеваться надо было перепрыгнуть офигеть друзья оказывается за всем по всей видимости стоял огромный сорняк и тут начинает проглядываться просьбы наших бабушек и дедушек на даче который говорит нам пропали грядку с клубничкой там сорняки и клубничкой будет плохо я все время думал но вот как сорняк может помешать но датчат он там корнице и пускает но по сути то оказывается если не убрать его время сорняк он вырастет и распространить свою жеваную жвачку мертвых бомжей по всему вашему дому видали оказывается бабушки и дедушки знают много чего мудрого ребята и они на самом деле по сути просили нас спасти мир в какой-то степени они просто прополоть очередную грядочку хопа на этот раз я преодолел преодолел все сломал правда ноги но ноги не беда ноги не беда это ерунда пока пока что это странно это странно это правда очень странно то что делать акула она танцует спасибо подтолкнула меня добрые акулы кстати говоря правда я перевернулся и теперь мне будет неудобно акула блин все из-за тебя с эти видите здесь оказался спереди и как как теперь так погодите это был мой шанс это был мой шанс которыми не воспользовался не серьезно быть надо перевернуться как как-то можно можно как-то так пойти вот как-то так может нет придется еще раз ну давай есть наконец-то я преодолел эти порожки вау там был вентилятор а ну да и вправду смотрите тут вентиляторы нам и теперь надо наверх ну-ка вот так вот что это за розовое логово логово модника какого-то ага три головастика вот кто за всем стоял друзья что они делают так упать а вперед нам написали вперед и что и что а вот и все так так я победил я не знаю как я это сделал но я победил я надавал его по пузу и я победил но смотрите хаунтед меншин 4 конец нет выхода и да когда мы с вами добрались видите нам показали скрин где было продолжение коридора то есть этот особняк бесконечная что нам это говорит друзья не лазите по этим дурацким страшным особнякам сидите дома чем не имеется ну а мы едем дальше хэллоуин спешил друзья ну хэллоуин давно прошел ну как говорится лучше поздно чем правильно никогда давайте папа опаят здесь надо выжить и я не то беру да не очень хорошая идея брать бомбу и целовать ее целовать страстно но это свойственно одиноким людям пряте мы даже бомбы целуем все уйди от меня уйди как она плохо отлетает или очень слабо пригнемся есть я спасен да 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 я бомжара и я жив тут но очень друзья вот и вся карта мы такие кучи с вами играли но это в стиле в стиле хэллоуина хэллоуин то стиле за цветкая луна романтично романтично поехали дальше control your box друзья то есть контролируй свой ящик давайте посмотрим почему его надо контролировать и затем стартуем в таком вот незамысловатым лабиринте с несколькими ключами и нам автор пишет контролируй свой ящик с помощью а короче вот этих вот кнопочек а для того чтобы открыть ворота и победить нажми на соответственно на соответствующие кнопки с помощью мышки для того чтобы двигать свой ящик и друзья помните в предыдущей серии happy will все вам говорили что вау какое же классное обновление что можно теперь использовать мышку и вот вам первое ну для нас первая карта более-менее с каким-то смыслом ну что ж давайте и да действительно он управляется а ну-ка ох сейчас мы все ключи достанем интересно зачем этому квадрату ключи зачем они ему может быть может быть он хочет открыть ворота чтобы чтобы что-то там сделать потом нехорошее берем этот ключ странного не очень хорошего цвета и открываем красный а ну а красный ключ и видимо нам откроет проход в зону в зону победы зону выигрыша ну-ка ну судя по всему да да и вперед вот так мы помогли с вами красному квадрату не замысловато крайне просто но все-таки забавно приносит удовольствие управление в хэппи вилсе с помощью мышки это крайне ну типа необычно что ли будем надеяться что дальше мы найдем с вами какие-то более безумные интересные карты где надо взаимодействовать с помощью мышки в хэппи вилс поперли дальше антил дон час 1 название у карты как у одноименной игры о чем нам говорит собственно говоря описание к этой карте ну давайте посмотрим и нам кричат пацаны и девчата ханна и видимо они нам кричат потому что мы уезжаем с их продуктами а мы такие я съем эти сосиски одна видимо ханна это главный злодей толстый ханна которая забирает сосиски видимо на этом в принципе и вся игра и заделана до тотем смерти написано я столкнул девушку и она разбилась она стояла на коленях она умоляла нас гид ханна верни сосиски а мы начнем съем эти сосиски с хлебушком 1 а вот нет и прыгает умирает я честно говоря не играл в эту игру но судя по всему сценарий разворачивается там в том что на ханна украла на сосиски с хлебом люди пытаются их достать но хана никак не отдает и люди делают самоубийство потому что они очень голоды что уж видимо очень интересная игра ну а мы едем дальше мэйк уэй то и сделай дорогу либо проложи дорогу не знаю к чему бы это но давайте посмотрим мэйк уэй клик для того чтобы начать и по моему это карта друзья тоже будет управляться с помощью мышки и да судя по всему так оно есть помоги этому шарику прийти к победе ух мы-то поможем красный это очень можно взаимодействовать голубые то с чем нельзя и видимо речь идет об этих вот палочках но я уже понял смысл ведь она будет убирать а смыть они пропадают со временем а ну что ж ладно давайте начнем приключения сначала вот это установим вот так скатиться и поехали поехали помогать шарику что же в хэппи велосип достаточно а сергей видите тут не зона не активная а я кликнул сюда надо выше клик вообще посередине выше тоже не активно но я этого не знал ладно я этого не знал недоработка недоработка так вот так вот хорошо так давайте так опа 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 то отлично фух провел так удаляем теперь это ух ты сюда здорово так сергей не успел сергей не успел обидно обидно проигрывать самом конце но я готов сыграть еще вперед вперед бедный голубой шарик победе я приведу тебя обещаю я ведь сергей я самый криворукий игрок хэппи велосипно мне иногда везет поэтому тебе остается надеяться только на везение глупый шар такой нет почему это дно играет есть я победил я победил это было чистое мастерство благодарим меня голубой шарик мэйков и будем надеяться друзья дальше еще более крутые карты найдем где надо будет управлять мышкой но видно что ребята которые создают карты осваивают это новое обновление и видите уже делают более интересные поделки ну поехали дальше хэллоуин тсб и судя из описания тсб это за стресс болтой с какой-то стрессовый мяч давайте посмотрим почему у него стресс возможно его кинула жена была цена как страшная картинка только сейчас либо что-нибудь другое но посмотрите он выглядит нормальным но немножко сумасшедшим но вроде бы нормальным нажми с помощью мышки для того чтобы мутировать в зомби стресс пол давайте и мы стали злобным стресс зомби балл очень стали безумным пацаном с какой-то безумной улыбкой давайте вперед вперед передвигаться мы встретили тыкву это о привет я горд вижу что ты стал типа зомби с помощью молнии нога другие бла-бла-бла и табличка исчезла неважно мы с вами встретили первого противника судя по всему это огромная такая а я вижу меня так просто не взять это огромное огромное безумное дерево так оба кристи слушайте а листья могут быть опасными и мы победили его мы с вами молодцы едем дальше едем дальше это что такое использую свою мышь и вау смотрите друзья вот о чем я говорил видите появились карты где совмещают обыкновенное прохождение уже нам привычное с помощью привычных так сказать инструментов в сообщу еще и говорят мышку то есть и то это вот то о чем я и говорил нам мы решили с вами невероятную загадку это что что как ты горд здесь оказался теперь вы с королем ты о господи тебе не жалко эти все эти тыквы и прям препятствие теперь слушайте прыгать не могу да я могу только назад вперед о боже но это когда была слабая атака первая была помощнее мне кажется нет когда изи босс дерево это было сложнее что такое очень странно очень непонятно сюжет как-то резко обрывается надо пошло не так друзья я думаю что в этой безумной немножечко нотки мы с вами и закончим надеюсь вам понравился этот выпуск ставьте лайки вы поддерживаете меня этим и заставляете нет не заставляете стимулируете делать вам больше и лучше правда прям прям чувствую что энергию отдал не зря а подписывайтесь на канал также не забывайте про наш канал на на твиче там проходит прямые трансляции пера второй канал на ютюбе где выкладываться их записи также у нас есть группа вконтакте группа в стиме где удобнее следить за всякими новыми роликами так что информация допустится ну есть я вконтакте все ссылки в описании под видео с вами был сергей хуле всем сам наилучшего и прекрасного всем пока отлично все сейчас будет ужасно эпическая битва по крайней мере я на это надеюсь и она опять не поставил смотрите цикл идиотизм нет уже как-то у тебя а вот мы поменялись местами а так да мы прошли поменяли главного персонажа местами служит спайщиком и нам все удалось 19